Сегодня я вам предлагаю рассмотреть некую часть вопросов, которые у нас были на лекциях, связанных с позитронием, а именно с гамильтонианом Брейтом. Давайте вспомним, как выглядит гамильтониан с гамильтониан Брейтом. Мы говорим, что наш гамильтониан – это есть невозмущенный гамильтониан плюс поправки, где невозмущенный гамильтониан, описывающий электрон-позитронную систему, это фактически водородоподобная система, это есть П квадратная М минус альфа поделить на Р. Приведенная масса у нас половина массы электрона, здесь стоит две приведенных массы, но это будет масса электрона в знаменателе. В распадается на сумму трех слагаемых, это есть В1 плюс В2 плюс В3, где первая слагаемая связана с поправками первого члена – это поправки к релятивистской энергии ПФ4 на 4М в кубе, потом идет дарвиновский член, а потом идет член, связанный с законом биосовара, взаимодействие классическое одного тока с другим током, ток, создаваемого электроном, с током, создаваемым позитроном. Напоминаю, что когда мы весь импульс записываем в потенциале, у нас все импульсы стоят правее всех координат. Это нам гарантирует то, что соответствующий оператор будет Эрмитов. Ну, там можно и явно проверить Эрмитовость оператора, но правильная прескрипция такая, что все импульсы стоят справа. Это первый вклад, второй вклад. В2 связан со спиноорбитальным взаимодействием в центре вторых. Альфа на Н квадрате единицы на Р кубе – это все по размерности и с природы наших поправок. А здесь стоит полный спин на орбитальный момент. Орбитальный момент у нас есть орбитальный на спин это есть С1 плюс С2. Вот так. И третий член – это спин, спиновое взаимодействие. Здесь есть тоже два слагаемых. Первое – это такой неприводимый тензор, да, минус С2 на 3. Если я С и СЖ отсюда вынесу, то то, что здесь будет стоять, это неприводимый тензор, да. И еще один кусок с дельта-функциями, да, то есть вот такого же типа пи альфа на Н квадрат дельта от Р. А здесь стоит такое выражение. Здесь 7 третьих, 7 третьих С квадрат минус 2. И мы говорили, что из этих 7 третьих у нас 4 третьих С квадрат минус 2 идет из диаграммы рассеяния, да, когда мы из нее извлекаем потенциал брейта. А еще один С квадрат, который сюда суммируется, идет из аннигиляционной диаграммы. То есть вот этот С квадрат – это чисто вклад аннигиляционной диаграммы будет, да. Это мы на лекции с вами говорили. Нам еще, кстати, осталось с вами этот аннигиляционный вклад вывести. Это мы тоже на семинаре с вами сделаем, да. То есть вот у нас есть с вами потенциал брейта. И сегодня мы будем решать такую задачу. То есть тема у нас позитроний. А первая задача в этой теме – давайте рассмотрим пара позитроний. Пара позитроний отвечает тому, что полный спин, нашей системы, в которой есть хорошее сохраняющееся для нашего гамильтониана квантовое число, да. То есть у нас наш полный гамильтониан, он со спином коммутирует, поэтому квадрат спин – это хорошее число. И пара позитроний отвечает спину равному нулю, да. Пара позитроний, наоборот, спину равна единице. Вот давайте для пара позитрония найдем сдвиг первоначально вырожденных кулоновских уровней, с учетом того, что мы получили вот такую добавку V, да. В полный гамильтониан у нас есть такая малая добавка V. И посмотрим, как уровни первоначально вырожденных гамильтониана Ашной, как они изменились с учетом этой добавки, как поехали эти уровни, да. То есть для гамильтониана Ашной у нас уровни характеризовались уровни энергии. Вот водородные – это главное квантовое число, L и M, да. И у нас было вырождение по L и по M, да. Здесь 2 и плюс 1, и здесь тоже входит комбинация N, которая есть Nr плюс N плюс 1, да. То есть разным L, но одним и тем же N большое отвечала одна и та же энергия. То есть у нас было такое вырождение уровня. В гамильтониане H уже такого вырождения нет, поэтому каждый первоначально вырожденный уровень, вот здесь вот был уровень с разными L, да, но с одной и той же энергией. Гамильтониан H0. Вот он перейдет в систему уровней, отвечающих одному и тому же, но разным L, да. Здесь вот L разные, и теперь энергии уже будут разные в гамильтониане H, да. Поэтому мы будем брать состояние, вот эти состояния, да, то есть состояние с определенным L, ну, M я не пишу, нам здесь неинтересно, с определенным L, и смотреть, как, куда этот уровень у нас уедет, да. То есть будем находить вот эту поправку дельты ENL. То есть у нас есть уровень с фиксированным N и с каким-то конкретным N, он у нас выраженный, да, ну, стандартно там 2N квадрат, как в водороде вырождение у нас, да. И мы посмотрим, куда этот уровень уедет за счет нашей добавки, да. То есть что нам нужно сделать по факту? Нам нужно взять состояние со спином 0, да, то есть вот эти все состояния, это все я рассматриваю состояние со спином 0, то есть парапозитроний. Верно? И чтобы найти вот этот сдвиг энергии, нам нужно посчитать сдвиг энергии, нам нужно посчитать средний, правильно? Посчитать среднее по вот этому состоянию от нашего гамильтониана, от нашего возмущения, да, возмущения нашего гамильтониана. То есть в главном порядке теории возмущения поправка дается вот таким простым выражением, как вы знаете, да. Давайте поглядим, какие у нас члены работают в нашем гамильтониане. На самом деле они здесь работают почти все, и легче сказать, какие не работают, да. Но раз у нас спин полный равен нулю, то вот, соответственно, куски, куда входит спин, они у нас вклада в это среднее давать не будут, верно? А все остальные, все остальные слагаемые, это, 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 да, дельта-функционные слагаемые, они все будут давать вклады, и нам нужно посчитать вот эти средние. Ну вот давайте сейчас это с вами сделаем, а потом обсудим то выражение, которое у нас получится. Чтобы это сделать, давайте я вам немножко напомню из квантовой механики, такое небольшое напоминание, которое полезно будет, напоминание, напоминание. Значит, первое напоминание, это такая полезная, полезная теорема, что если у вас есть некоторые уровни энергии, которые зависят от параметра лямбда, этот параметр, он у вас, соответственно, в гамильтониане тоже присутствует, то есть есть гамильтониан с каким-то параметром лямбда, есть отвечающие ему уровни энергии, тогда производная этих уровней по этому параметру, производная энергия по этому параметру дается просто средним значением от производной гамильтониана. То есть иногда эта формула, она оказывается полезной для вычисления вот этих средних. То есть это среднее, оно такое, какое вам нужно, и вы его просто находите из вашей энергии. И смысл теоремы, что вам по лямбду не нужно вот эти н дифференцировать. Если вы их дифференцируете, они вкладывают от этой оплатки, от этой оплатки не сокращаются. Это есть такая теорема для дискретного спектра. Она формулируется обычно. Это первое напоминание, просто ее имейте в виду. И второе напоминание про импульсы, просто про оператора импульса. Значит, как выглядит наш гамильтониан H0? H0. Это есть p квадрат поделить на m минус α поделить на r. Давайте это перепишем следующим образом. p квадрат, перепишем как радиальный оператор радиального импульса в квадрате плюс оператор l квадрат поделить на r квадрат. Вот таким образом, да? Минус α поделить на r. Где оператор радиального импульса, p, это есть по определению, по определению, это есть 1, 2, r, r, p, p плюс такая комбинация, да? Симметричная комбинация, то есть это оператор эрмитов, но, как вы знаете из квантовой механики, вот он как раз не самосопряжен, да? То есть эрмитов, но не самосопряженный оператор, поэтому у него могут быть собственные значения, не обязательно вещественные, да? При некоторых областях определения. Чему этот оператор равен? Мы будем просто вот этим оператором импульса, p, r, да? Мы с ним будем многое иметь дело сейчас при решении нашей задачи, поэтому давайте чуть подробнее рассмотрим. А что такое r на p? Это есть, если в координатах, это есть минус i, да? Если координатное представление импульсов еще, и, если x, it, d, 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 x, it, да? Если я в сферическую систему координат перейду, то вот эта комбинация x, it, d, 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 x, it, комбинация, которая как раз в однородной функции у вас возникает, да? Она у вас чему равна, сферической системе координат? Через r, t, t, φ. Она симметричная, да, по всем координатам, поэтому она через что должна выражаться? Через r. Это есть не то иное как r-dpdr просто. dpdr. Минус И, ДПДР Следовательно, я вот это выражение, которое у меня здесь написано, могу Как переписать? Это есть одна, вторая Здесь у меня сразу возникает минус И Минус И Здесь у меня возникает ДПДР ДПДР Р сокращается одно Правильно? А здесь я хочу сделать следующее Я хочу прокоммутировать П вправо, чтобы к такому же выражению прийти Поэтому будет ДПДР плюс коммутатор Плюс коммутатор Коммутатор это просто действие этого оператора на вот эту комбинацию Если я это подействую, это что такое будет? ДИТ, то есть это будет ДИТ на ХИТ Поделить на Р Плюс Точнее, минус будет Минус ХИТ на Дифференцирую единицу на Р Дифференцирую единицу на Р Это будет ХИТ на Р в кубе Правильно? ХИТ на Р в кубе Вот так вот Что у меня здесь возникнет? Производная от ХИТа, это дивергенция, это просто тройка Да? Тройка минус единичка Здесь вот единичка будет, то есть останется двойка То есть это будет минус И ДПДР Плюс Единицы на Р Правильно? ДПДР плюс единицы на Р Это мое выражение для оператора радиального инкульса То же самое Минус И Так, это что единица на Р ДПДР внос на Р Где вот эта производная действует на все, что стоит справа И на Р, и на функцию, которая стоит справа Соответственно, квадрат нашего оператора ПР квадрат Это что-то первое Вот отсюда наиболее легко Это будет единица на Р Д2 ПДР квадрат Правильно? Множко n Ну и любую степень Любую степень из этого выражения легко сразу написать То есть, какая-то степень здесь будет стоять n А здесь минус И Здесь будет минус И в степени n Хорошо Ну, давайте, наверное, сейчас приступим Еще перед этим вот что сделаем Давайте вместо вот этого исходного гамильтониана Чьи функции дискретного спектра мы с вами знаем Правильно? У нас е, n Дискретные уровни Отвечающие этому гамильтониану Это есть минус n альфа в квадрате на 4n квадрат Согласны? На 4n квадрат Если это не двойка, потому что здесь приведенная масса у меня А это есть половина массы электронов Половинка и половинка 4n квадрат Давайте вместо гамильтониана h0 Еще будем рассматривать гамильтониан такой Радиальный напишу hr Это гамильтониан, который у меня возникает после разделения переменных Когда я к шаровым функциям перейду Скажу, что волновая функция То есть произведение шуровой функции на радиальную функцию Тогда гамильтониан какой здесь будет? Это будет r квадрате поделить на массу На массу Здесь стоит Минус Минус L на L плюс 1 Поделить на m r квадрате Это вот этот член Я заменил на Собственные значения Как-то интересно заменил Так вот И минус альфа делить на r Минус альфа делить на r Вот такой вот гамильтониан И в нем уровни В общем, они те же самые Только у них уже два квантовых числа nr и l Радиальное квантовое число И вот это l Это и что такое? Это есть прямо вот это выражение m альфа в квадрате На 4 Что такое m? Это nr плюс l плюс 1 Все в квадрате То есть для вот такого гамильтониана В дискретном спектре У нас соответствующие уровни энергии Выглядят следующим образом Это нам все понадобится Для вычисления средних Ну и последнее замечание Что если у вас есть коммутатор Скажем, функции pr Это относится к свойству Такое же, как у обычного оператора импульса И какая-то функция Которая только от r зависит Чему это равно? Просто производная Ну, с точностью до минус i Минус i А здесь просто будет f штрих То есть когда у меня возникают такие коммутаторы У меня здесь Они сводятся просто к дифференцированию К обычному дифференцированию Вот Это было некое Такое теоретическое напоминание Ну а давайте последовательно С вами будем считать Всевозможные средние Что нам нужно вычислить? Нам нужно вычислить Ну, для начала, допустим Средние от От члена p в четвертой p в четвертой Вот p в четвертой я как могу представить? Я могу сказать, что p в четвертой Это есть p в квадрате в квадрате p в квадрате это есть масса умножить на комминтанья наш 0 плюс плюс альфа m поделить на r все в квадрате Просто отсюда p квадрат выразим Соответственно, нам с вами средние от h 0 считать легко Это есть просто энергия в первой степени или во второй степени Нам нужны разные средние Средние от разных r Правильно? От единицы на r Нужно средние от единицы на r Средние от единицы на r в квадрате Средние на единицы на r в кубе Давайте сейчас Заодно, чтобы вы немножко вспомнили, как эти средние считать И вот эти все формулы поиспользовали Посчитаем несколько Несколько средних Первое, что мы посчитаем Давайте найдем средние от единицы на r Давайте И мы их будем куда-нибудь аккуратно выписывать эти средние Допустим, вот сюда Как бы нам все нужны будут Сюда средние от единицы на r А вот на той доске вы их считаете Здесь можно использовать TV-мобиал То есть у нас Средние энергии равны Минус 2 Минус 2 Минус 2 это для Для осциллятора Она у нас равно Для Кулона Минус 1, 2 От потенциальной энергии В этом смысле ее не проще искать Нет От кинетической не проще От p квадратовой Нет Мы Среднюю Среднюю Суммарную знаем Ну да Так тоже можно Можно действовать А как Я согласен Так можно действовать Если мы Теорему гриала знаем Теорема гриала Говорит что Средняя Кинетическая Это есть К пополам Средняя потенциальная Где k это степень однородности потенциала Да Средняя от кинетического члена Есть k пополам От среднего От потенциального От потенциальной энергии А можно прямо Вот сразу ответ даже писать Да Вот воспользоваться Вот этим соотношением Мы знаем Как у нас выглядит Как у нас уровни энергии Выглядит Да Поэтому Что такое Средняя от единицы на r Вот как Как это средняя От единицы на r Связана Средним От производной От гамильтониана По какому параметру По альфа Со знаком минус Ну так и напишите Так быстрее Так сразу ответ Пишите Да Считаем Ну у нас Наша Энергия Да То есть если я беру От гамильтониана Производную по минус альфа Получаю единицы на r А если вы добавите арене Это средняя Будет равно просто Производной от энергии По минус альфа То есть будет М альфа На 2 Н квадрат Ну отлично Замечательно Давайте сюда Аккуратно Это выпишу То есть будет М альфа На 2 Н квадрат Да И это мы средняя От единицы на r Нашли Второе давайте Средняя от единицы На r квадрат Найдем Они у нас тоже возникают Да вот здесь вот Например когда квадрат Вот этого слагаем Будем смотреть Тоже будет А ну тебе можно взять Производную Например На r Или на r квадрате Да Теперь Теперь можно Брать не этот Гамильтониан А вот этот Гамильтониан Да Мы его спектр Мы тоже знаем Да И единицы на r квадрат Отсюда тоже Можно вытащить Если взять Его производную По l И домножить Еще на соответствующий Коэффициент Напишите Чему равна Средняя Чему равна Средняя От единицы на r Через производную Через средняя От производной Гамильтониан То есть это равно Чему То есть это Средняя От dhr От l Да Разделить На какой-то множке И на что еще Нужно поделить У меня есть у вас l квадрат плюс l Производную Нужно посчитать То есть это будет 2l плюс 1 Правильно Почему на 2 Производную По l Если я беру Если будет что 2l плюс 1 Да На r коэффициент Нужно поделить Что поделиться На r квадрат Живьем осталось Да Будет 2l плюс 1 Да Вот так А Нет Производная От него По l Дх По dl А к этой Производной Снова Поменяем Нашу теорему Для вот такого Спектра И что получаем По размерности Все эти средние Сразу можно сказать Что они будут Степенями m альфа Правильно То есть единица на r У нас Первая степень m альфа Единица на r квадрат Будет вторая степень m альфа И так далее А знаменатель Еще какое-то Квантовое число В некой степени Будет А вот это все Это что такое у нас Это n Да Только давайте Чуть-чуть Поаккуратнее Будем действовать Здесь наверное Не четверка будет Вы по l Дифференцируйте По l Но производная Квадрат Двойка Еще Отлично Но минус двойка Она с минусом сократилась Все средние Они положительные Как вы понимаете Поэтому за знаками Можно вообще Сразу не следить То есть что у нас получилось Давайте тоже выпишем Единица на r квадрат Средняя Это есть m альфа в квадрате Поделить на что здесь 2 Да Останется 2m в кубе Правильно Главное квантовое число В кубе И 2l плюс 1 2l плюс 1 Вот такое среднее Хорошо Еще нам с вами Понадобится Единица на r в кубе Как ни странно Понадобится Почему Ну потому что Она у нас Будет Возникать Когда мы среднее От вот этого будем считать Вот здесь вот Когда будем смотреть Единица на r в кубе Нам тоже Тоже понадобится Тоже понадобится Вот смотрите Внимательно на этот член Для чего нам Единица на r в кубе Вот например Здесь есть член С p квадратом Да p квадратом А здесь еще Единица на r есть Вот этот p квадрат Вы можете Выразить Через Через ваш Гамильтониан Да Через ваш Гамильтониан И тогда там От радиального Члена От этого члена У вас Единица на r квадрат Стоит Поэтому Вот Единица на r в кубе У нас Нам Тоже нужна Как находить Такие средние Это уже несколько Более Более сложная Задача В том плане Что она Под эту теорему Так явно Не подходит Какие-нибудь воспоминания Есть С квантовой механики Нету Нету А что у нас Вот такое Давайте Коммутатор Посчитаем Почему-то Да Ну вот Это Член Квадрат Да Ппр С пр Коммутирует Да Ну Строго Говоря Здесь пока что Просто Или квадрат Стоит Здесь еще Ну Вы можете Если хотите Здесь На n-1 Писать То здесь hr Тогда берите Коммутатор с hr Да Ну Будет Просто Так Ну Это Производ Так Ну А еще И Которая Была Вот Здесь Да Ой Что-то Моговато Вот Это И Это У вас Мы Воспользовались Вот этим Свойством Да Это у вас От этого Члена Еще Ваше Ваше Вот это И Который Там Стоит Оно В точности Вот эту И Съедает И Ну Минус И Это Единица То есть Просто Производные Надо Надо брать Но Со Знак Все Так Еще Аккуратнее У вас Здесь Был Минус И Там И Здесь Был Минус И Еще Из Производные Минус Ну Все Вместе Тогда Чему Отравлю Вместе Так Минус С С С С Ага Альфа На Р Квад Да Вот Обычно Это Мы Явно Посчитали Явно Посчитали Этот Коммутатор А Теперь Давайте Сделаем Следующее Давайте Возьмем И От Этого Коммутатора Возьмем Среднее Коммутатор Как Выглядит И 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 Погодите Чему Это Получится Прежде Чем Писать Нулю Правильно Это Действует На Левую Обкладку Дает Энергию Это Действует На Правую Дает Энергию Это Действует На Левую Обкладку Дает Энергию Просто Среднее Сокращается То есть Это Получается Ноль Пишите Что Получается Ноль Только Здесь Мы Должны Быть Аккуратны Вот Нет, у нас N это дискретный спектр, но в этом дискретном спектре есть момент L равное нулю. Вот в этом среднем мы не можем брать по состояниям с моментом L равное нулю. Почему? То есть это среднее, это все прочие L. То есть вот здесь вот L не равно нулю. Давайте поподробнее. Это среднее, то есть это среднее от N и L не равное нулю. Это среднее от N, L не равное нулю. Потому что у вас единица на R в кубе этот коммутатор равен. Если вы по S волне среднее берете, то вы просто бесконечность получаете. Правильно? Если вы так вот сразу уже здесь написали L на L плюс 1, то среднее единица на R кубе будет бесконечность вам давать. Если бы вы написали L квадрат, да, то этот L квадрат бы этот член убил. То есть если бы здесь геммельтониан H0 стоял, то тогда можно было здесь и оставить и L равно нулю тоже. Просто нулевой бы вклад был бы от этого. Я не быстро говорю, но вы распеваете, да? Раз это среднее равно нулю, то какое мы отсюда соотношение получаем? Давайте напишите его. То есть мы знаем, что среднее от вот этого выражения равное нулю. Отсюда можно найти, что равно среднее единице на R в кубе. Среднее единице на R в кубе как связано со среднему единице на R в кубе? Вот здесь вот его напишем. Да, это есть м альфа на 2L, L плюс 1 единице на R в кубе. Отлично. А что такое единице на R в кубе, мы с вами знаем. Ну вот можем сюда вот ответ сразу выписывать. То есть будет м альфа все в третьей степени по размерности. Это понятно, да? Там двойка, четверка. N куб. Да, вот так вот. Правильно? То есть видно, что L равное нулю. Сюда как-то нехорошо было бы писать, потому что здесь L в знаменательстве стоит. Вот такое нашли среднее. Ну отлично. Давайте теперь потихоньку уже считать те средние, которые у нас прямо в Гамильтониане стоят. Можете себе немножко место сверху стереть. Ну или вот здесь вот еще место. Есть дома. Четвертое. Давайте вот среднее от P в четвертое найдем. Среднее от P в четвертое. Чемо там. Да, то есть мы берем вот это выражение, да, и раскрываем просто квадрат. А порядок вот этого оператора и этого оператора не важен, да, когда мы среднее берем. То есть здесь будет просто удвоенное. Два. M в квадрате альфа. Ну, M в квадрате вообще можно было сразу наружу вынести, он как бы, ну ладно, пишите, пишите. И среднее от единицы на R, да, еще у вас есть. А, вы его уже подставляете сразу, да, ну хорошо. Два M в квадрат, окей. Что у вас наружу? Да, ну правильно, правильно есть. Ну почему порядок не важно? Вот у вас, когда вы квадрат раскрываете, у вас сначала будет член H0 умножить на единицу на R, прибавить единицу на R на H0, правильно? А потом берете среднее. Но H0 подействует либо на левую обкладку, либо на правую обкладку и даст вам сразу энергию, правильно? То есть альфа M в квадрате, а А в четвертой и среднее, это единицы на R квадрате, написали, да? Окей, давайте EN подставим сюда и сюда. Вот у нас EN вот здесь вот, да? Значит, по размерности M альфа как будет, в какой степени? Ну, по вот этому члену понятно, что размерность одна и та же, да, везде? М альфа в четвертой, да, ага. Первый член вам что даст? Единица на 16, N в четвертой, да. Здесь что будет? Здесь будет единица, тоже N в четвертой? Тоже N в четвертой, только с каким знаком? Аккуратно, вот EN, это у нас дискретный спектр, поэтому там знак минус, да? Минус N в четвертой, вы сказали сами, N в четвертой и с коэффициентом еще. Почему лойка? Четверка. Четверка, да. Угу, и последний. Отлично. Ну, а давайте ответ, ответ вот сюда упрощенный напишем. Значит, это что такое эмальфа, ну, пишите, эмальфа в четвертой, а здесь скобочки у вас просто, вот эти можно привести, да? То есть будет сколько? Одна шестнадцатая минус... Чего мы знаем? Какой? Вот это? Потому что здесь входит энергия EN, а она отрицательная, да? Ну, здесь знак минус. То есть минус триж... Ой, 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 три каких? Три шестнадцатых. Три шестнадцатых, да. Так, два, два N в кубе, два L плюс один. Ага, хорошо, отлично. Это мы P в четвертой посчитали, да? Ну, давайте вам еще последнее, потом кого-нибудь другого вызову. Вот у нас, вот это мы посчитали, да? Вот это среднее посчитали. Дельта-функция есть, правильно? Дельта-функция. Давайте среднее от дельта-функции посчитаем. Она будет ненулевой вклад для S-состояния? Да, совершенно верно. То есть, во-первых, сразу можно написать. То есть, это будет ненулевой вклад только для S-состояний, да? То есть, это пропорционально дельта L0 будет. То есть, этот вклад будет пропорциональным дельта L0. То есть, если L равно нулю, он работает. Если не равно нулю, то не работает. Ага. И чему это равно? Ну, ну, ну. Если я их учусь на пациенте в квадрате, то происходит L0. Ну, вы напишите сначала просто явно. Значит, это что такое? Это волновая функция в нуле по модулю в квадрате, правильно? Ну, без вот этого. Без всего, да? А, ну, просто дельта-функция. Да, мы же дельта-функцию смотрим. Вот. А ПСИ в нуле по модулю в квадрате для NL состояния, да? Это волновая функция. NL, давайте покрасиво немножко. Пишу, Саша, позвоню. То есть, здесь стоит ПСИ NL в нуле по модулю в квадрате. L должно быть равно нулю. Это мы уже поняли, да? А вот чему это равно? Мы это уже писали как-то. То есть, это было единица на Пи Аборовская в кубе и N в кубе, правильно? А Аборовская у нас это есть 2 делит на M альфа. Вот у нас для нашего позитрония Аборовская, мы на лекциях говорили, что это 2 делит на M альфа, правильно? 2 делит на M альфа. То есть, это есть единица А в кубе на 8 Пи N в кубе. Пи N в кубе, да? Вот такое выражение получили. Вот здесь вот дельта символ, он существенный, потому что N не знает о том, какой у вас L, да? Ну, давайте его тоже сюда аккуратненько перепишем. Спасибо, Леонид. Давайте к вам еще сейчас вызовем. То есть, у нас средняя дельта функция, получилось, что она отлично от нуля только для S волны, да? Как и положено, П альфа в кубе по размерности, это сразу можно было сказать, 8 Пи N в кубе. Прежде чем кого-нибудь другого вызвать, я маленькое замечание сделаю, тоже из квантовой механики. Вот если у вас будет стоять задача вычисления средних типа единицы на R в степени N, да, по дискретному спектру, как нужно действовать? Видно, что уже когда мы R куб смотрели, да, с Леонидом, возникли уже какие-то эвристические проблемы. То есть, мы должны были какой-то коммутатор считать, да? Правильно? Вот как находить вот такие средние, единицы на R в степени N? В два этапа надо это сделать, в два этапа. Первый этап нужно, это вам в качестве небольшого домашнего задания будет. Я сейчас расскажу, как сделать, а вы дома, пожалуйста, это проделайте. То есть, первый этап нужно взять и посчитать коммутатор единицы на R в степени N и H0. Посчитать этот коммутатор, да, посчитать, это вы дома, пожалуйста, сделайте. А дальше, из того, что его среднее равно нулю, да, по подходящим волновым функциям, эти волновые функции должны иметь достаточно большой орбитальный момент, если у вас N достаточно большое, да, допустим, когда N 3, у вас орбитальный момент не может быть равен нулю, там, да, и так далее. То есть, у вас подходящие волновые функции здесь должны быть. Из этого соотношения вы получите связь, получите связь связь такого оператора PR единицы на R в степени N такого оператора и среднего единицы на R в степени N плюс 1. То есть вы из этого уравнения сможете выразить вот это среднее через это среднее. Да? Ну, если угодно, я могу даже написать на ответ, который получится, просто чтобы время не тратить, я ответ сразу напишу. А дома вы ее получите, эту связь. То есть связь будет такая. Ну, здесь немножко по-другому написано. Единица на R в степени N PR средняя, да, это есть минус I N пополам средняя единица на R в степени N плюс 1. Просто посчитать коммутатор надо и все. И соотношения получится это уравнение. Это первый шаг. А второй шаг вы считаете коммутатор единицы на R в степени N и P R еще с гамильтонианом. С вашего гамильтонианом. Да? И вы тоже его считаете элементарным образом, так как мы здесь с вами писали. И из того, что средние от этого коммутатора равны нулю, да, средние равны нулю, вы получите, воспользовавшись вот этим соотношениям, получите рекуррентное соотношение, которое вам связывает средняя единица на R в степени N плюс 2, средняя единица на R в степени N плюс 1 и средняя единица на R в степени N. То есть отсюда получается связь на 3 вот этих средние. То есть из этой связи вы рекуррентным образом, последовательно, можете любую степень среднего единицы на R в степени N вычислить, да? Вот у нас такое небольшое замечание из планной механики. Я прошу вас дома это сделать. Это не больше 10 минут займет упражнение, поэтому, пожалуйста, сделайте. Окей. Давайте дальше двигаться. Дальше у нас мы про дельта-функцию поговорили. Давайте теперь про вот эти слагаемые поговорим. То есть здесь стоит единица на R, P квадрат, да? То есть с шестым пунктом вычислим средняя единица на R, F квадратик. Давайте к доспе кто-нибудь идите, кто хочет? Кто хочет? Давайте к доспе, кто-нибудь идите. Процесс. Как вычисляем? Ну, первое, что в голову нам должно приходить, когда мы P квадрат видим, это выразить P квадрат через гамильтаньян. Чуть-чуть посильнее намело давите. Ну, давайте вот это поаккуратно писать, потому что здесь непонятно, где R стоит, здесь или здесь. Вы мне 5 минут назад сами говорили, что есть разница. Да, то есть наше выражение мы можем переписать через гамильтаньян. Ну и подставляем сюда, пишем среднее от вот этого. M еще, да? Ну, пока напишите, что у вас здесь стоит, да. А для этого у нас уже все готово с вами, да? Что такое среднее от H0? H0 подействовало на правую откладку, долой энергии мы знаем. Это не SNR квадрат, а среднее мы знаем, да? Ну, давайте пишем. А сюда 5 ответов будем писать. Денецназер по квадрату. У вас, ага, им написали, хорошо. Подставляем ЕН, чему ровно. ЕН, да? Продолжение следует. Да, ничего здесь особо не собираешь Потому что здесь n здесь 2 и плюс 1 Да, вот такое выражение получилось Правильно? Нигде не ошиблись? Правильно, да, написали? Ну, давайте я пока его выписываю А вы следующее среднее считайте Я думаю, там все можно уже пока стереть Все, что там, можете стирать Если что, мы все это помним Ответ у нас какой получился? Минус m α в кубе на 8n в четвертой На 8n в четвертой И плюс m α в кубе на 2n в кубе 2n плюс 1 Следующее среднее, которое вам нужно посчитать Седьмое, да Нам нужно посчитать среднее от вот такого оператора Вот здесь вот это наиболее сложное среднее Которое здесь возникнет Поскольку здесь есть некий такой тонкий момент Давайте его напишем сначала, этот оператор Как он выглядит? Единица на r в кубе r, r на p и на p Давайте его сначала упростим Упростим мы его каким образом? Вот вы только что стерли Здесь была формула для r на p r на p как выражается через производные? Минус i, dp, d, x, i, t И чем это равно? Переставим? Переставим просто Переставим просто Ну мы писали выражение для этого Просто через r? Да Минусы ДПДР Минусы ДПДР Да Значит все вот это Все это радость Вот что перейдет Так и напишите Промежутки здесь напишите ОР ДПДР Это что такое Ржито Хорошо ладно Да вот так вот Теперь смотрите ДПДР и ДПДР Я их могу переставить Правильно А вот это Ржито Потом подтянуть к ДПДР Ну давайте сделать Минус И только погодите внимательно Минус И один раз из одного импульса И один раз из другого импульса Поэтому минусы в квадрате будет Да Минусы в квадрате Понятно да что мы делаем Агну сократили Стоит ДПДР С в оружии Ага Значит здесь у нас снова Это что такое Откуда минус И А Мы уже переписали Вы два раза минус И уже написали РДПДР РДПДР Ну сокращаемое Остается что Минус 1 на R Вторая производная Минус 1 на R Ага Во То есть в радиальных координатах Это выглядит вот так Да Единственное дело Евгений пытался обмануть Правда у него это не совсем получилось Это когда Переставлял вот здесь ДПДР С ДПДР Почему их переставить То можете вообще Они вас коммутируют Это производная А не Это производная Это в разных координатах Производная Не получилось Ммм Да А Можно записать В ДПДК Это как Прямо вектор ВБН Ну 1000 А ты переставляешь 1000 Ну это просто вектор Это если у вас так Если Не Это если у вас Вы действуете на функцию Которая зависит только от радиуса То у вас так будет Вот если вы действуете на функцию Которая зависит только от радиуса То будет действительно так Если еще от углов зависит То нет Вообще говоря Вот это вот Неочевидную здесь делали Неочевидную замену Да Можно их попробовать переставить То есть есть вот этот оператор То есть у вас есть РЖ И РИ ДПДРИ Их переставить надо То есть посчитать вот такой коммутатор Правильно? Почему такой коммутатор? На АЗИ чуть более аккуратно сделаем Ответ мы правильно получили Ответ мы правильно получили Просто Вас никто вопрос не задал А что-то мы так переставили И ответ никто не дал на мой вопрос Поэтому все-таки посчитаем Просто у нас есть коммутатор Получается минус дельта Минус дельта есть Ну так То есть РИТ на минус дельту И что? Значит аккуратно Когда вот это выражение Мы с вот этого выражения стартовали Значит со мной стоит Еще раз Единицы на Р в кубе Да Единицы на Р в кубе Здесь стоит РЖ Здесь стоит РИ ДПДРИ ДПДРЖ Так Ну так Ну переставляем их Переставляем Нет Сначала их переставьте А потом у вас еще Ну либо коммутатор напишите То есть у вас Выражение с коммутатором Да? Вы пишите Так Так Да Да Плюс Плюс переставленное Выражение Да Отлично РЖ ДПДРЖ Ага Да Теперь что такое Вот это мы знаем Это есть РДПДР Правильно? Что такое Вот это мы тоже знаем Это есть РДПДР Вот это Это что нам дает? Откуда И у вас? Здесь же не импульс стоял Здесь же не импульс А просто производная стояла И у вас откуда взялось? А Пардон Здесь И это индекс Да? Это индекс Извините Я Что-то Здесь тоже получается РДПДР Здесь тоже получается РПДР Только с другим знаком Да? РДПДР Со знаком минус Угу Отлично А здесь А здесь Квадрат такого оператора Да? Теперь если я вот это ДПДР Тащу сюда Да Тащу Вот это ДПДР Тащу направо То у меня здесь возникнет Как раз Вот это производное И производное от Р То есть РДПДР Который в точности сократится С первым слагаемым Правильно? Вы раздражу спеваете? Следить или нет? Да или нет? Да То есть видно, что мы Правильно ответ получили Да? То есть прокрутировали Получили все правильно Угу Вот По вот этому вопросу есть Здесь все понятно Да? Что мы делаем? А теперь смотрите внимательно Сейчас я Покажу вам Такой Трюк Злой В одном месте я вас обману А в другом не обману А вы должны Не сказать Где я вас обманул А где не обманул Вот смотрите Беру вот это выражение Беру вот это выражение Минус единицы на Р Д2 под Р в квадрате Да? Минус единицы Первое Минус единицы на Р Д2 под Р в квадрате И вот таким вот образом Его преобразую Поглядите Я сегодня уже писал Что такое Оператор По Р в квадрате Помните? На той доске Прямо написал Что такое По Р в квадрате Еще раз внимательно Посмотрите на него Это есть Минус единица на Р Д2 под Р в квадрате И Р Правильно? Ну так вот Согласны? Следовательно То, что у вас здесь стоит Есть не что иное Как Р в квадрате Множить на единицу на Р Правильно? Ну, чтобы вот это Р сократить Согласны? У нас что, справа здесь У нас справа Вот справа Я на единицу на Р И умножил Чтобы это ушло сюда Отлично Что такое Р в квадрате Я знаю Р в квадрате Это есть П в квадрате Минус Л в квадрате Делить на Р в квадрате Правильно? Просто выразил Через оператор импульса Единица на Р Да? Так Замечательно Пишу Здесь Все без изменений Минус Л в квадрате Это только от углов зависит Здесь От Р Здесь проблем нету Как писать В каком порядке Здесь П в квадрате Единица на Р П в квадрате Единица на Р Прокоммутирую Пишу коммутатор П в квадрате Единица на Р Да? То есть здесь Пишу выражение Единицы на Р П в квадрате Единицы на Р П в квадрате А здесь Коммутатор П в квадрате Это что такое? Это минус Лапласиан Правильно? Минус Лапласиан Что у меня здесь будет Возникать От этого коммутатора? Здесь будет Возникать То есть здесь Дельта функция С каким коэффициентом? С равным 4π Минус 4π Минус 4π Дельта функции Да? П квадрат Это минус Лапласиан Поэтому здесь будет Плюс 4π Дельта функции Вот такое выражение Вот что такое Единицы на Р П квадрат Мы уже знаем Мы от них Средние почитали Вы почитали Да? Это первое Второе Пишу то же самое Минус Единицы на Р Д2 П ДР В квадрате По другому Пишу Вот у меня есть Оператор импульса Который Есть просто Лапласиан Минус Лапласиан Я его пишу В сферической системе Координат Это есть Минус Д2 По Д Р в квадрате Правильно? А Что там будет? Плюс Л квадрат Поделить на Р в квадрате Верно? Здесь Угловой Угловой Лапласиан Стоит А Там же Сферическая координата По Р Радиальный Будет один На Р Д Не Там еще Еще вклад Есть Там есть вклад 2 делить на Р Д Есть такой? Ну Я Ну хорошо Давайте вот так Напишу Чтобы Привычнее было Плюс Плюс Л квадрат На Р Квадрат Да? Плюс Л квадрат На Р Квадрат А вот Таким Вот образом Ну Теперь Пишу Чему Равен Вот этот Минус Единицы На Р Квадрат Давайте Я Вот это Выражение Слева Домножу На Единицы На Р Получу Единицы На Р П В квадрате Слева Домножу На Единицы На Р Все Вот это Выражение Слева На Единицы На Р Равняется Минус Единицы На Р Д2 По ДР В квадрате Плюс 2 Делить На Р В квадрате Д По ДР Плюс Что там Л квадрат На Р В кубе Да Л квадрат На Р В кубе Тогда Что я получаю Это Есть Минус Единицы На Р До Два По ДР В квадрате Это Что Такое Будет Это Будет Единицы На Р П в квадрате Правильно Минус Л квадрате На Р В кубе Да И Минус 2 Делить На Р Квадрате Д По ДР Просто Перенес Всю Левую Часть Так Вот Здесь Я Кажется Извиняюсь Здесь В знаке Ошибся Давайте Чуть Чуть Более Аккуратно Как Мне Так Нам Больше Не нужно П Квадрат Единица На Р Я переписал Вот здесь Я П Квадрат Единица На Р Переписал Как Единица На Р П Квадрат Да Прибавить Все Что Осталось Все У меня Минус Минус Лапласиан Стоит Да У меня Лапласиан Лапласиан Со Знаком Минус Поэтому Здесь Тоже Будет Здесь Тоже Будет Минус Правильно Здесь Тоже Будет Минус Вот Ну и Спрашивается В каком Месте Я Вас Обманываю То есть Вот Одно Выражение Получили А вот Другое Выражение Получили Нам нужно Среднее От этого Считать Нужно Понять В 10 Как действовали Просто Выразили Это Через П Квадрат И Написали Чему Это Ровно Да Когда Уношаем На Один Семь Не Учитывая Что Штермор Писано Мы Уже Гром Что Нерв 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 Слева Уношаем Один Семь Да И Что Не Ну Даже Операторные Соотношения Пока Что Еще Не Ну Справа Уношаем Мы Видим Что У нас Еще Оператор У А Слева Мы Допустим Приводим К форме Что Все Приводим Справа Слева Не Не К форме К форме Мы Приводим В потенциале Но Мы Просто Смотрите Для одного И того Мы Получили Разные Выражения Да Но Где Мы Ошибку Совершали Где Мы В этом Знаке Ошибку Совершали Или Чего То Еще Делаем Неправильно Получить Дерк Как Ну Имели Право Это Делать А почему Нет Если Мы Не можем Умножать Если Когда Мы Умножаем Единственное Делим Единственное Мы Отбрасываем Случай То Что Р Может Быть Оно Лем Да Не то Что Случай Рассматриваем А мы Терем А мы Не Погодите Мы Область Определения Сужаем Да У нас Разная Область Определения Поэтому Мы Должны Вот Наш Исходный Оператор Который Вообще Вот Так Выглядел Мы Вообще В самом Начале Считали Такой Оператор Денис Терфуги Р Р Б Б Это Вот Он Мы Его Пытаемся Записать Но Понятно Что При Наших Преобразования У нас Область Определения Этого Оператора И того Которого Мы Получим Должна Быть Одна И Та Вот Допустим Вы Берете Функцию Который В нуле Волновую Функцию Типа С Волны То есть Который В нуле У вас Не Ноль Не Ноль Где-то В этой Окрестности Находитесь И Действуйте На нее Вашим Оператором Допустим Она здесь Равна Константе А здесь Равна Нулю То есть Вот такая Волновая Функция Ступенька Тогда Вот этот Оператор Действуя На эту Ступеньку Что Он Даст Здесь У вас Дифференцирование А здесь Константа Он вам В окрестности Нуля Даст Ноль Да У вас Не нули Будет Где-то Вот здесь Если Здесь Резкий Обрыв То Здесь Производные Будут Какие-то Правильно Но в окрестности Нуля Вы получите Отсюда Ноль Да При действии Этим Оператором При действии Этим Оператором В окрестности Нуля Что Получите От Член Останется Этот член Почему Нет У вас От углов От углов Ничего Не зависит Здесь Просто Константа В окрестности Нуля В окрестности Нуля У вас Ваша Волновая Функция Пробная На которой Мы сейчас Действуем Она Константа Тогда Это Даст Ноль Это Все Тоже Даст Ноль А вот Это А это Даст 4P Дельта Функцию Правильно 4P Дельта Функция То есть Получилось Что Вот Эта Дельта Функция Она У нас Лишняя То есть Вот В этом Операторе Ее Нет Потому Что Мы Взяли Некую Функцию Посмотрели Что И Увидели Что Этот Оператор На нее Действует Так же Как Этот Оператор Но Этот По Другому Правильно Ну и Понятно Откуда Мы Это Все Приобрели Потому Что Мы Пользовались Формулами Которые Несправедливы При R Равной Нулю Переписывание Сферической Системе Координат Вот Мы Когда Получили Вот Это Выражение Писали Сферической Системе Координат Когда Получали Эти Выражения Получали Сферической Системе Координат Грубо говоря Здесь Вот Мы Два Раза Ошибку Сделали И Она Компенсировалась А Здесь Ее Один Раз Делали И Дельта Функцию Получили То есть Я К чему Правильное Выражение У нас Вот Такое Будет И Мы Это Видим Из Действия На Функции Которые Вот В нуле Типа Констант Локализованы Поэтому Правильное Как Раз Вот Это Выражение Здесь Я Вас Обманул А Здесь Не Обманул Окей Ну И Давайте Закончим Задачу Нам Нужно Среднее Посчитать Посчитаем Среднее Среднее Вот Чего Вот Нажмите На Р В кубе Р Р П П Считаем Среднее Вот Она У нас Так Среднее Считаем Среднее 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 Это среднее вот этого выражения, да? Дальше, когда мы считаем от r в кубе, r в кубе среднее, да? Вот давайте его чуть-чуть более аккуратно посмотрим. У нас здесь l не равно нулю, да? Но в принципе этот оператор может действовать и на функции, когда у вас l равно нулю, правильно? Поэтому как я должен вот этот вклад написать? Если 5 равно нулю, тогда должен быть 0 вклад. Да, то есть мы должны написать... Дельта l. Ну, у вас минус 1 будет, поэтому тогда наоборот пишите 1 минус дельта l 0. То есть будет 1 минус дельта l 0, да? То есть если l равно нулю, то мы должны получить 0, да? Иначе единичку. Со знаком минус у нас, да? Общий знак минус. И единица на r кубе, вот она у нас. Ну, все, так пишем. А l квадратии, смотрите внимательно, l квадратии на l на l плюс 1, да. Ему среднее заменяется на l на l плюс 1. Ну, сократите и допишите, потом сократите. l в квадратии дает нам l на l плюс 1, да? Оператор l в квадратии. Это дописали вот это. Теперь пишем это. Вот это просто явно пишем. Что такое среднее? То есть интеграл от волновых функций, да? Так, 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 ну-ка, ну-ка, погодите одну секунду. Я вот смотрю, мне что-то не нравилось, с самого начала мне не нравилось. Ну, вы допишите, а потом еще раз посмотрим. А вы никто меня не поправили. Никто не поправили. Вот еще раз. Прямо целых две ошибки сделал. Во-первых, здесь вот, вот в этом выражении. Нигде в знаках не ошиблись? Ну, вот эти члены, они из лаплосиана шли, из радиального лаплосиана, да? Они же у вас не могут быть с разными знаками, когда вы их в одну сторону перенесете? Здесь плюс. Плюс. Здесь плюс. Здесь еще раз этот у нас частный П квадратик. Что я здесь делаю? Я П квадратик через единицу на Р тащил, да? То есть у меня П квадратик единицы на Р. Ну, вот, допустим, здесь есть еще какая-то волновая функция Пси, да? П квадратик это что такое? Это минус лаплосиана, да? Минус лаплосиан единицы на Р Пси. Пишите, чему это равно. Мы в знаках ошиблись два раза. Здесь и здесь. А вы никто ничего не сказали. Я чувствую, что что-то не так. Действуем на единицы на Р и выставляем. Да, на единицы на Р подействовали, получили 4P-дельта функцию, окей. Потом действуем на Пси. Действуем на Пси. Получится единица на Р минус лаплосиан Пси, да? Лаплосиан Пси. Ага, окей. Ну, тогда это расписывание. И что еще? Когда у вас-то вторая производная, да? Вторая производная. То есть есть еще что? Так, тогда мы сейчас. Минус первая производная ТР. А, ну, сейчас. Ну, нам надо было все написать. Сейчас. М? А, кстати, сейчас клиент. У вас возникло лаплосиан, это что такое? То есть ДИ-ДИ, правильно? ДИ-ДИ. То есть здесь у вас возникнет удвоенное ДИ от единицы на Р, умноженное на ДИ от Пси, правильно? Вот так вот. И со знаком минус еще, да? А, минус уже. Ну, да, сейчас еще Р квадрат и Пси. Ну, напишите правильно. Так, получается. Нет, вот у вас здесь же знак минус стоит. А, вы... То есть вот такое выражение, да, получается у нас. Так, вы говорите, что это есть единица на Р квадрат. Это что такое стоит? Р вектор знаменателя, это как-то понимаете. Я их там писать производное сейчас. Ну, у вас вот такое выражение. Согласны, да? Перекрестное выражение, оно такое. Да, да. А что такое ДПД и Кси от единицы на Р? Вот аккуратно пишем это. Так, ну, это получается ДПДР, ну, то есть, получается, плюс 2 Р квадрат. Ага. ДПДР. Ну, ДПДР, ДПДР и от Р, это что такое? Ну, это как раз это и то, что... Ну, ДТ. ДПДР и Т от Р, чему это равно ДПДР и Т от Р? Ну, вот такое, ну, как мы говорим. Ну, правильно, да, правильно. То есть это будет Р и Т поделись на Р, правильно? Ну, вот и пишите сюда это. Да. Теперь Р и Т, Д еще. Р и Т на ДПДР и Т. Это у нас что такое? Мы сегодня уже писали. Это РДПДР, да? РДПДР. А если что, вместе у нас это во что перейдет? Здесь вот какой знак будет? Так, РДПДР. То есть Р и Т на ДПДР и Т, это будет РДПДР и со знаком плюс. Да? С знаком плюс. Здесь у нас знак плюс, и здесь у нас тоже знак плюс. Да? Ну, вот проблема в этой дельта-функции была. Вот мы поняли, что эта дельта-функция, она лишняя. Мы ее заработали, когда переходили в сферическую систему координатными, через радиальные переменные, да? Так, поэтому мы должны с правильным знаком здесь взять. То есть это мы взяли так, это мы взяли с правильным знаком, да? С правильным знаком. А здесь знак плюс должен стоять. Да, знак плюс. Отлично. Ну, давайте считать. Равно. Равно. А здесь в последнем интеграле Д3Р, это что такое у нас в сферической системе координат? Ну, Р квадрат, ДР. Р квадрат, ДР, ДОмега, да? Р квадрат, ДР, ДОмега. Угу. Да, можно. По частям взять. Да, можно по частям взять. То есть, во-первых, Р квадрат у нас сокращается, так? Денадцать лет. Так. Вы где-нибудь здесь пишите, потому что там мы для всех суммы ответ пишем. Здесь будет ДПДР от чего? От Пси по модулю в квадрате, правильно? Вот здесь вот у вас то, что стоит под интегралом, можно записать как ДПДР от Пси по модулю в квадрате, верно? Ну, можно, может быть, нам нужно. Ну, в общем, мы же потом занесли по ДПДР просто и как вы хотите. Ну, вот, то, что у вас здесь стоит, то что такое? Пси со звездочкой? На 2 ДПДР от Пси? Что такое? Как это можно переписать? Я хотел вознести по деференциалам эту вот штуку, чтобы вы подчислились. Ну, хорошо, и что вам это даст? А, ничего не даст. Почему ничего не даст? Нет, потому что останется производная. Останется производная от вот этого со знаком минус, да? И что еще в ней интегра... Ну, напишите по частям, напишите, чем это роман. То есть это будет член по частям, которые у вас идет. Со знаком минусом, да. ДР, ДОМЕГА. ДОМЕГА, да. Теперь в ней интегральный член. Какой у вас будет? 2. Производной нет. То есть Пси на Пси со звездочкой. Это что такое? Пси в нуле, да. У нас так вот в нуле. А на Пси... Минус получается? Да, со знаком минус, потому что мы на нижнем... На нижнем пределе находимся. На нижнем пределе. Ага. Угу. Вот. И что дальше можем сказать? Здесь вот у вас функции одинаковые, да. И ваш интеграл садится в ноль. Что можно сказать про интеграл? Чему он равен? То есть просто у нас здесь разные функции. То есть то, что сопряжение разное, мы не можем их так просто взять и ее из участия с ним сделать. Ну вот комплексность, комплексность этих величин, она с R вообще как-нибудь связана или нет? Нет, не связана, правильно? Это волновые функции водорода, верно? Нормированы. То есть их зависимость от углов. Это Y и L, которые от углов зависят только как E в степени E, M, F и некая фаза, да, которая у вас сокращается. Это вот просто пополам, да. Если мы перекинем, то... Нет, если вы перекинете, то вы интеграл измените. Не надо перекидывать. Ну, смотрите, вот это D, P, D, R, да, оно действует только на вещественную часть, ну, грубо говоря, наше кси. Это и что такое? Это и ардиальная часть, правильно? N, L, R, да. Вмножить на угловая часть Y, L, M, вот, ну, давайте так, L, M, L, M, от это фи, от это фи, да. И какая-то с мармировкой еще стоит, да. Она обычно комплексная, да. Вот D, P, D, R действует только вот на этот R. А вот это P и P со звездочкой, проинтегрированные по D омега, что вам дает? Единицу, они на единицу нормированы, правильно? А вот эти функции, они вещественные, там, в волновых функциях водорода, правильно? Согласны? Поэтому все, что у вас здесь вот в интеграле стоит, все вот это выражение, это и что такое? Под интегралом. Можно написать, что это... Горнель, ДПД. Ну, вот у вас будет... Вот эти все проинтегрировались по D омега, да, и дали 4P, как обычно. То есть это комплексно сопряженный по D омега проинтегрировалось, дало 4P, да. А производная от R на вещественную умножить на R с двойкой, это что такое? А, это первоначальный деграл, то есть L перенести и... Нет, нельзя, ну как, нельзя переносить, вы же его считаете. Вы же считаете его, а не их сумму. Да, да, но он равен. Ну, можно так сказать, что просто вот эти интегралы, они равны между собой, их комплексности сократились, да, у вас комплексность, она везде в углах. Ну, значит, перенести, если вы что-то вот все... Ну, это просто есть минус пси в нуле по модулю в квадрате, правильно? То, о чем я вам пытался говорить, я просто думал, что вы это... Вы сами скажете, вы как бы не говорите. Со знаком... Не, 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 одна вторая, вот у вас, видите, здесь минус, и здесь двойка, она уйдет, да? Не, здесь, здесь была двойка. А, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в смысле, здесь была двойка, мы перенесли. Да. По полу. Да. На вторая осталась. Ну, вот эта двойка там никуда не делась. Одну вторую, поскольку вы два раза один и тот же написали, вы ее написали, но здесь эта двойка была у вас. Да, там тоже была на двойке, д sectionelik, мы их секретили бы сразу же. Не, не, нет, нет, вот ваш интеграл И какой-то, он равен минус И, правильно? Вот этот равен исходному, в силу того, что мы сказали, что от углов здесь вся зависимость ушла. Да. Минус 2 пси от нуля по модулю в квадрате, правильно? Так же? Вот, минус. минус 2 ну правильно написанную правильно же и написали это внеинтегральное слагаемое по частям считаете у вас внеинтегральное слагаемое с двойкой у вас то есть когда я писал то есть я писал вот так вот еще раз погодите вот вы берете вот этот интеграл r квадрат сократился сократился r квадрат впереди стоит двойка считаем его по частям вот это загоняем под дифференциал внеинтегральное слагаемое тогда какой у вас будет она будет с вот этой двойкой правильно из пси внуле оставшиеся слагаемые будут таким тоже с двойкой конечно тоже с двойкой вот весь этот интеграл с двойкой вместе с двойкой я обозвал и и равно минус и минус 2 пси внуле правильно каком слагаемом плюс будет здесь не здесь будет минус потому что вы неинтегральное слагаемое у вас здесь что стоит пси от r а r берете от 0 до бесконечности в пределах от 0 до бесконечности на нижнем пределе у вас здесь был плюс да но на нижнем пределе будет знак минус символе по модулю в квадрате окей договорились да что это минус пси внуле по модулю в квадрате давайте тогда я от сотруд все это понятно все давайте сюда пишем минус пси внуле по модулю в квадрате на это место пишем минус пси внуле по модулю в квадрате мы его сегодня уже считали но чему оно равно я имел в виду пишем оно у нас смотрите оно у нас это и средняя дельта функции правильно наши в клубе и что еще если у нас не с волна то это 0 будет это вы дельта дельта или 0 и что еще мы забыли вас это вы по р же про интегрировали а у вас еще около 4 пищу туда напишем 4 пи вот сюда тоже 4 пи еще есть это же вы по р про интегрировали по частям а у нас еще по по углам есть интеграл 4 пи да вот так вот получили дельта 0 отлично упрощаем это выражение равно давайте упрощенное сразу у нас все у нас все волновая функция нормирована на единицу вот эта нормировка она всей волновой функции у нас п на это появимся звездочки это вещественное число пишем чего у нас получилось наше среднее давайте его немножко упростим то есть единицы на r в кубе р р п п да у нас получилось чему ровно упрощаем с ним ничего не сделать как есть так и есть так и вырастовки ну это можно месячными здесь вот у нас или плюс 1 сократилась до 1 сократилась сократилась давать последовательно вот что здесь возникло минус чем с минус единичкой член с минус единичкой его можно с вот этим собрать правильно то есть будет 1 4 пишите туда сначала отсюда минус единичку берем то есть будет м альфа в кубе на 4 4 н в кубе 2 и не 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 1 написали 1 написали м альфа в кубе на 2 2 и присадим и здесь была одна вторая минус одна четвертая до н в кубе теперь при дельта символы при дельта символе у меня стоит дельта и 0 это значит что я могу вот при этом множители и положить равные нулю правильно и смотрим как он у нас на что он похож здесь 4 пи и 8 пи и сокращается будет 222 классно что у нас здесь остается есть минус 2 а здесь плюс 1 4 чтобы минус 4 минус 1 4 минус 1 4 значит еще раз проверяем все наши все наши средние не то есть это есть это есть надеюсь вот так вот до минус 1 4 до на дельта дельта и 0 так только только-только-только-только надо все-таки нам аккуратно это написать почему потому что здесь стоит дельта и 0 а вот здесь там стоит здесь дельта и 0 нету нужно отдельно написать это это слагаемое отдельно это все-таки это вот мы так и сделали тут изменить мы все-таки сделали все-таки сделали один до бы так мы так и сделали Rita ж извиняюсь извиняюсь мы написали вот это слагаемое вот это слагаемое и и вот так вот Да, все хорошо, все правильно мы сделали Отлично Все правильно сделали Давайте ответ записывать Здесь все понятно, как мы получили Мы вроде аккуратно все сделали Все правильно получили Давайте ответ писать Ответ Дельта Е НЛ Почему это равно Сейчас ответ напишем Что мы должны брать Смотрите Мы берем все наши слагаемые Соответствующими коэффициентами Например, P в четвертой средние Я беру с коэффициентом Минус одна четвертая M в кубе Правильно? По размерностям и по количествам альфа Мы сразу можем понять Что здесь будет размерность какая? Нет, здесь было M в четвертой Поделить на M в кубе А, M в кубе? То есть будет размерность M на альфа в четвертой Правильно? То есть все За степенями M и за степенями альфа Больше не смотрим Теперь смотрим, какие у нас коэффициенты есть Коэффициент минус одна четвертая Умношается на вот этот коэффициент То есть будет что? Будет 3 плюс 3 в шестьдесят четвертых M в четвертой Пишите дальше На минус одну четвертую Это умножаем То есть средняя P в четвертой Мы на минус одну четвертую умножаем То есть 8 M в кубе 2 и плюс 1 Со знаком минус, да? Окей Это мы написали вот этот вклад Теперь вот такой вклад Такой вклад, глядите Он есть здесь, да? С единичкой Есть здесь с минус единичкой Да? Поэтому мы наше среднее Дельта от R Должны умножить на минус P Да? На минус P По размерности мы все вынесли Да? И дельта L0 Не забываем Дельта L0 Это написали вот этот вклад Теперь средняя от единицы на R P в квадрате Все размерные коэффициенты уже вынесли Осталось минус 1 вторая, да? На вот это выражение То есть будет плюс Что там? 1 шестнадцатая, да? Плюс 1 шестнадцатая Минус 1 четвертая Да? N в кубе 2 и плюс 1 Ага Это написали вот этот коэффициент Теперь самый сложный пошел С коэффициентом минус 1 вторая Минус 1 вторая То есть вот это, да? Средняя С коэффициентом минус 1 вторая Берем То есть будет 1 шестнадцатая N в четвертой 8, да? Ага Плюс 1 восьмая Да? Дельта L0 Это написали Эти вклады не дают сюда Момент входит Это уже учли Все, скобку закрыли квадратную Ага Да Смотрим на то, что у нас Упрощается, что сокращается Во-первых, на неаналитические коэффициенты Например, на коэффициент с дельта L0 Давайте посмотрим Никакого особого правила Того, чтобы он сокращался Вообще говоря, нету Но мы видим, что он сокращается, да? То есть вот этот член сокращается С вот этим членом, да? С такими слагаемыми, что мы имеем? Вот у нас здесь есть N в четвертой Здесь есть еще Здесь есть Здесь есть А здесь все вместе Это что такое? Если все собра Вместе собра В одиннадцать шестьдесят четвертых Одиннадцать шестьдесят Три плюс восемь Да, одиннадцать Одиннадцать шестьдесят четвертых Все, сейчас уже отпускаем вас Здесь у нас что происходит? Погодите Почему три восьмых? Есть вот эта слагаемая, да? С одной Значит у нас Смотрите Минус одна восьмая Минус одна восьмая Еще одна минус одна восьмая И минус одна четвертая Это что такое будет? Минус одна вторая Отлично Ну давайте знак Минус Минус два ИН в кубе Вынесем Посмотрим Что получается Тогда здесь у нас получится Минус один А там минус Одиннадцать Тридцать вторых Да Тридцать вторых И еще М Поскольку здесь было Да Вот ответ То есть мы с вами нашли Как изменится Как изменится уровень энергии То есть какой Какой будет сдвиг Уровни Уровни энергии Да Ну видно Что этот сдвиг Он зависит от L То есть для разных L У вас будет Разный сдвиг То есть вот эта Сдвижка общая Для Вашего Первоначально Вырожденного уровня А вот эта сдвижка Она у вас Для разных L Которые входят В первоначально Вырожденный уровень Она у вас разная Да? И они у вас Каким-то образом Вот так и поедут Вот Вопросы есть какие-нибудь По тому, что мы Делали Все понятно Если все понятно Тогда мы сегодня Закончим Делали